здрасте дорогие друзья я редко очень готовлю драники но каждый раз знаете у меня есть ощущение что драники это как деруны я размышляю типа что ж такое то это же получается что просто жареная картошка как бы с яйцом и луком что ли или или что но так и есть я такой думаю давай-ка я попробую сегодня сделать те самые драники которые я готовлю очень редко вот прям очень-очень редко с мясом значит иногда тоже очень редко я готовлю еще сыром иногда очень-очень-очень редко два раза всего в жизни готовил с грибами ну то есть с обжаренными а тут что-то я решил думаю дай-ка я немножко куриного фарша добавлю для вкуса так сказать чтобы драник был не просто жареной картошкой на вкус а имел еще и некую в некоторых книгах пишут умамность до от слова умами дополнительный вкус но мы назовем это просто сделать драники вкуснее в общем нужно взять большой таз и на самой крупной терке натереть картофан значит почему на крупной терке можно ведь знаете тысячи вариантов есть это может быть мелкая терка это может быть терка соломкой корейская да и так тоже делают драники это может быть картофан слегка приваренный как делают рёсти это может быть ошпаренная кипятком уже натертая масса вариации миллион миллион я все-таки люблю когда она знаете такая сырая сырой массы она первых лучше клеится друг дружке а во-вторых вкуснее знаете так в масле прижаривать такая хрустящая становится тру и слюни текут и уже пожарил уже уже поел слюни пустил все нормально сразу сюда щепотку другую соли можно немножко третью даже добавить сюда теперь нужно тщательно перемешать и у нас есть два варианта либо с огромной скоростью добавить все остальные ингредиенты и тут же начать жарить либо второй вариант который я вам сейчас покажу и который знают многие берем какой-нибудь вот такое сито тарелочку можно даже в ту же в которой была картошка сюда перекладываем и даем прям две минуты вот пусть она просолится начнет давать сок потом я его выжму быстро все ополаскиваем и начинаем натирать лук тоже на крупной терке делайте только это быстро иначе слезы знаете тут же очень-очень мелко получается фракция лука картофана у меня очищенного вот тут вот полкило ровно луковица 120 граммов на полкило 120 граммов лука многовато я делаю половинку луковицы почему я делаю на терке посмотрите в луке когда мы на терке лук трем разрушаются клетки получается очень много лукового сока воды для этого мы на терке может конечно и руками нарезать и нет никаких проблем вообще но так мы способствуем вытеканию сока который нам как вы понимаете лишняя влага в драниках совсем не нужно это еще не все смотрите само по себе стекло уже приличное количество картофельного сока мы пока никуда не убираем смешиваем лук с картошкой нам нужно напитать вот этим луковым вкусом картофан и поплакать слегка если вдруг вспомнили что ваши близкие друзья сейчас тоже сидят дома сидят дома страдают и думать чтобы такой приготовить вот заодно и пошлите им рецепт теперь отжимаем картошку видите как течет течет вот еще как ой знаете надо под ну полезно поплакать взгрустнуть чуть-чуть картошка еще будет давать влагу вы не переживайте яйцо добавить и влага в белке же там 90 процентов воды теперь все это сливаем может быть если вы знаете применение вот этой картофельной жижи то конечно используйте слезы счастья одно яйцо сюда с краешку раз черный перчик кто любит значит кто любит чеснок я в драники не очень люблю чеснок добавлять ну вот по определенным причинам пробовал разные варианты мне нравится больше без чеснока поджигаю три сковородки почему три сковородки да потому что чем быстрее вы это пожарите тем меньше меньше воды будет образовываться фарш отмерим чтобы было прям все по-человечески 500 картофана 100 куриного фарша 98 и 4 о 101 грамм много нельзя иначе вы превратите в котлеты это все этот весь процесс я очень люблю зиру и у вас всегда есть шанс такой знаете щепотку туда закину чего-нибудь вкусного ради эксперимента потому что курица прекрасно себя чувствует зирой она мне сама говорила поэтому щепотку зиры я всегда что-то делаю и каждый раз добавляю щепотку того или той или иной специи потому что хоть вы меня и просите рассказать вам о пряностях это невероятно сложно не потому что я знаю или не знаю это целый опыт сын ошибок трудных и гений парадокса вдруг значит топленое масло вот на чем вкуснее всего жарить драники на топленом масле она выдерживает высокие температуры хорошо румянится картошка картошечка это не сливочное масло которое нужно с которым нужно быть очень и очень аккуратным все быстренько перемешиваем а я не занят добавил муки и мое смотрите столовую ложку муки больше сюда не надо быстро перемешиваем эх сковородочки надо было чуть позже включить быстро 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 это такой будет у нас мотивирующий фактор получилось вот так вот смотрите куриного фарша почти не видно но если вдруг кто-то приглядеться то конечно же его видно потоньше прижимаем даже аромат сразу другой топленое масло плюс курица плюс картошечка я руками так разравнивайте бам барбей киргудук все быстренько раз перевернули смотрим чтобы все было румяное так тут не поджаристая отдаем газу смотрим о класс она начала дымиться и пожалел газик убрал и она раз такая зачахла такая грустная стала как это называется унылая так выйдешь бывало на улицу и так 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 и приумыл так и приумыл так и сковородочка приумыла так чем тоньше у вас драник тем лучше он прожарится о о румяность какая на сухой сковородке такой румяности не будет румяность дает масло потому что перегревается и жарит хорошенечко румянит их тарелку вы уже поняли берем самую красивую моментально выкладываем главное чтобы драники остались светлыми я имею ввиду картошку чтобы она не почернела сметанку беру 25 процентов нужно размешать ее хорошенько там баночки вот сюда вот там на драники не стесняйтесь накладывайте быстро зелень укропа ну а чё симпатично получилось да по мне так вообще а горячая сковородка даже даже собака прибежал к игры там не будет дрань дрань не то листи не будет драника драник со сметаны это самый жирный для папки семье для главного для всех остальных уже два в одном это вкуснейшие драники и там еще знаете фарш я думаю что под под крепыша такая быстрая закуска зайдет каждому мужику более что это реально вкусно ладно чем рассказ баснями кормлю вас думаю что пора уже заканчивать с этим роликом еще укропчику еще укропчику больше укропчик а зелень там не помешает никакая вместо сметаны вы можете использовать мацони или можете использовать просто палец сливками очень хорошо будет смешать сметану с горчицей тоже очень классно и продается в баночках бывает даже в самых обычных магазинах продается зерновая горчица зернышки горчицы в такой прозрачной лаковой заливки понимаете даже больше не горчица а именно зерна горчицы не перемолотая там никакой грязи чистой красивой грузди винограда в сито бросайте промываете от вот этой вот всей от уксуса от вот этой жижи какой-то сладкой и добавляете в сметану сметана становится с хрустинками горчицы это великолепно можете добавить кто любит кинзу и красный базилик пока